здравствуйте друзья в прошлых сериях видео посвященных резервированию работы серверов home assistant мы с вами рассмотрели процесс создания логику переключения управления автоматизациями и на практическом примере передачу данных через mqtt broker в этом видео мы рассмотрим еще один способ взаимодействия на базе платформы rest позволяющую перебрасывать данные с одного сервера на другой и на его основе создадим автоматизации для автоматического переключения управления умным домом перед тем как начать попрошу вас подписаться на мой канал если вы еще не сделали этого раньше и поставить лайк этому видео чтобы его могли найти больше людей авторизация в home assistant осуществляется при помощи bearer токен суть в том что на одном сервере нужно создать токен и используя его подключаться с другого сервера для создания нужно перейти в меню профиля и прокрутить самый низ нажимаем создать токен придумываем имя любое и копируем полученный код он будет показан только один раз созданный токи нужно сохранить на втором сервере например тот что сделан на резервном сохраняем на основной логично записать его файл секретов присвоив ему соответствующую метку которая будет использоваться уже в сенсорах название такой метки придумываем самостоятельно метка содержит в себе сначала название токена что-то вроде токен на предъявителя кто предъявил тот и получил доступ и сам код токена то есть хранение файля секретов не только безопаснее но и попросту удобнее вместо длинной строки будет использоваться короткий маркер аналогично я создал токен на основном сервере сохранил его в секрете резервного далее в configuration ям в разделе home assistant он обычно в самом начале а если нет создаем его добавляем раздел провайдера авторизации кстати когда-то тут работал просто пароль моя первая связка серверов работала по нему а теперь используется токен доступа тип так и называется home assistant естественно это надо сделать на обоих серверах чтобы доступ был взаимный перед перезагрузкой для применения изменений создадим первый rest сенсор данные мы можем получать с любого сенсора в системе для примера возьмем сенсор времени с последней перезагрузки он кастом но я рассказывал как его делать в своих предыдущих видео как обычно я все делаю в пакаджах так удобнее объявляю раздел сенсоров и создаю новый на платформе rest ресурс это адрес того сервера к которому мы подключаемся сначала стандартный айпи и порт 8123 далее переходим в каталог айпи и стоит оттуда и берем данные указываем имя того сенсора которому хотим подключиться далее имя того сенсора который мы создаем уже на этом сервере и указываем режим форсированного обновления а тут прописывается способ авторизации и тип получаемого контента авторизация у нас как мы помним при помощи bearer токен и он подставился сюда из файла секретов и в конце значение создаваемого сенсора она будет равно тому что имеет тот объект которому мы подключаемся на удаленном сервере перегружаемся для применения настроек после этого в панели разработчика появится опция позволяющие перезагружать отдельно rest платформу без необходимости перезагрузки всего home assistant таким образом теперь каждый из серверов имеет возможность получать данные сенсоров другого сервера с небольшой задержкой конечно но вполне быстро в данном примере это время с последней перезагрузки как можно использовать такой сенсор для управления режимом автоматизации мы видим основной и резервный сервера все данные доступны все работает давайте перезагрузим резервный сервер наблюдаем за состоянием сенсора через некоторое время он стал недоступным это говорит о том что с сервером что-то произошло обращу внимание что сам сервер как устройство при этом отлично пингуется я имею ввиду те кейсы где недоступны определяется именно по наличию в сети вот живой пример сеть работает сервер нет ждем завершения загрузки и через некоторое время сенсор вновь принимает значение времени прошедшего с момента запуска второго экземпляра home assistant вот как это выглядит в истории сначала какие-то данные потом недоступно далее отсутствие состояния потом неизвестно и наконец снова какие-то данные теперь создадим специальный сенсор для передачи управления между серверами он будет анализировать данные телеметрии я делал несколько уроков по этой теме то что мы будем использовать сегодня показано в первом ссылка в описании под видео в моем кейсе еще раз напомню что я не претендую на истину в последней инстанции анализируется количество недоступных объектов по некоторым доменам светильники реле сенсоры и бинарные сенсоры данные обобщаются в одном сенсоре шаблонов которые назвал сервер телеметрии в нем оценивается некий удельный вес объектов которые получили статус недоступна каждый светильник или реле имеет вес 20 то есть если недоступна одно реле значение будет равно 20 2 светильника и 3 реле 100 для сенсоров и бинарных сенсоров вес меньше 5 так как таких сущности больше и например одна недоступная розетка кроме реле за собой потянет еще сенсоры мощности энергии так далее шкала условно ее можно адаптировать под свои условия и финальное значение созданного сенсора это сумма всех полученных значений то есть это цифровой сенсор который показывает что-то вроде уровня отказа именно так я его и назвал и вывел в интерфейс когда все хорошо он равен нулю по аналогии при помощи раз сенсору пробрасываем эти значения между серверами все точно также только указываем нужное имя теперь каждый из серверов знает не только о доступности другого но и может оценивать уровень его работоспособности относительно устройств осталось написать автоматизации для переключения управления серверами большую часть времени система управляет основной сервер на резервном находится одна автоматизация перехвата управления она следит за любым изменением состояния сенсора уровня отказа основного сервера условия тут одно отключены режим работы автоматизации логично так как это перехват управления на себя а если она уже на резерве то ничего делать не надо. Возвратом управления обратно озаботится основной сервер. В действиях у нас селектор условий, я его сделал для разделения информирования. Первый блок сработает в том случае, если основной сервер станет недоступным. Тогда в Telegram приходит уведомление о том, что основной сервер не работает, а управление передано резервному. Затем включается режим работы, который находится в условиях необходимых для срабатывания всех бытовых автоматизаций. Следующее условие связано с телеметрией, и оно состоит из двух частей. Первое, уровень отказа выше или равно 100, например отвалилось 3 светильника, 1 реле и 4 сенсора. Второе, резервный сервер чувствует себя лучше основного, то есть его уровень отказа ниже. Например, если выключат электрику, то у обоих серверов отвалится все, и особого смысла в переключении не будет. В таком случае также пересылается сообщение, но другое по содержанию, и резервный сервер также забирает на себя управление. Осталось разобраться с возвратом управления на основной сервер. Логика работы автоматизации на основном сервере несколько отличается, так как он не перехватывает, а возвращает управление. Кроме этого тут есть дополнительная автоматизация для уведомлений. Триггера тут два. Первый это состояние собственного сенсора уровня отказа, второй это переход в состояние недоступного сенсора резервного сервера. Эта автоматизация работает в те редкие моменты, когда управление перешло на резерв и предназначено для возврата управления. Но возвращать его есть смысл только тогда, когда уровень отказа упал для приемлемого менее 100 баллов и меньше или равно тому, что на резерве. В этом случае отправляется уведомление о том, что управление возвращено на основной сервер и включается переключатель режима работы, все возвращается в штатный режим. Вторая автоматизация информационная, она отслеживает доступность резервного сервера и срабатывает, когда он уходит в оффлайн. Она работает тогда, когда управление находится на основном сервере, то есть большую часть времени. При срабатывании отправляется только уведомление, никаких других действий не предпринимается. Штатный режим работы, основной и резервный сервер. Управление на основном. Запускаем перезагрузку основного сервера. Ждем. Как только сенсор получает статус недоступно, управление перехвачено резервным сервером. Ждем завершения загрузки. Некоторое время подгружаются интеграции из сервиса, поэтому уровень отказа не нулевой. Как только все сервисы запустились, основной сервер забирают на себя управление. Вот так выглядят сообщения в Telegram от бота в обоих серверах. Для удобства я использую одну общую группу. Этот кейс немного отличается от того, что я использовал ранее, но там было задействовано 3 сервера. Переключением занимался отдельный, он же являлся центральным MQTT брокером и к нему был подключен ZigBee Stick. Сейчас необходимости в этом нет, так как я использую сетевые ZigBee координаторы ZigStar, которым можно отдельно подключаться с разных серверов. Это решение рабочее, правда эксплуатируется не очень долго, в то время как вариант на трех серверах работал более года. По мере нахождения каких-то недоработок, я буду их устранять и выкладывать на свой гитхаб, а возможно и снимать видео. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравятся мои видео, поддержите мой канал, ставь его спонсором. Кроме этого, есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и Telegram канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройства умного дома, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok